Семя обладает необычайной силой, а вы выплескиваете его на простыни своего кампуса. Что ж, вы используете его так, такова ваша тяга. У нас есть биология. Мы не можем спрятать ее под ковер. Тело имеет свои потребности. Так же, как существует физический голод, есть и сексуальность. Но он до какой степени? Это ваш выбор. В югической культуре используется термин «вирьям». Это одна из самых мощных вещей. Это мощная вещь, если знаешь, как ее использовать. Намаскарм, Садгуру. У меня такой вопрос. Когда студент поступает в колледж, он или она внезапно получает доступ к огромному количеству порнографических материалов, которые до сих пор для него или нее были недоступны? Ему или ей это нравится, и, как мы уже говорили, они думают, что это рай на земле. У нас даже есть прозвище для тех, кто этим злоупотребляет, кто мастурбирует. Иногда мы чрезмерно этим увлекаемся. Как нам понять, в каких количествах это хорошо или плохо, и как нам узнать правду о мастурбации? Похоже, это популярный вопрос. Видите ли, у нас есть биология. Мы не можем спрятать ее под ковер. Лучше всего рассматривать ее такой, какая она есть. Но сейчас в мире существует проблема. Некоторые религиозные институты заняли такую позицию, что сама биология человека порочна. По этой причине общество начало прятать это под ковер. В нашей культуре такого никогда не было. Но после того, как британцы пришли и ушли, мы стали более чопорными, чем они. Но если вы посмотрите на наши храмы, построенные до этого, все внешнее храмовое искусство является порнографическим, если хотите называть это таким образом. Но мы не называем это порнографией. Мы лишь говорим о различных измерениях человеческой биологии, потому что не видим в этом ничего плохого. Мы видим это как периферию жизни. Если вы остановитесь там, вы навсегда останетесь в физическом измерении. Вы не будете исследовать ничего больше. В храме. Это всегда снаружи, на периферии. Предполагается, что вы посмотрите, поймете, что это периферия жизни и попытаетесь пойти глубже. Но в то же время не отвергать это. Самое главное – не превозносить и не отвергать. Но в вашем колледже смотрят все подобное в интернете или где-то еще. Мне сказали, не знаю, верны ли эти проценты. я пытался понять, какой контент присутствует в интернете. И я спросил, какой там контент. Мне сказали, и вы должны это знать, что 70% контента в интернете – порнография. Это так? Вот вы там, наверное, эксперт. Здесь никто не пишет докторскую на эту тему. Мне сказали 70%. Я ответил, 70% – это неразумный и нездоровый уровень порнографии. Если порнография занимает небольшой процент – ничего. Но 70% технологической платформы, которая может делать миллионы вещей, к сожалению, порнография. Просто биология жизни. Это очень прискорбно. Если вы родились в человеческом теле, биология не управляет вашей жизнью. Это часть вашей жизни. Вы получили мыслительные способности, чтобы ум стал управляющей силой в вашей жизни. Если вы становитесь осознанными, осознанность управляет вашей жизнью. Биология управляет быком. Для него это нормально. Это все, что он знает. Но биология не должна управлять человеческой жизнью. Это часть нашей жизни. Мы от нее не отказываемся. Так что на определенном этапе вашей жизни это все равно, что 95-летний мужчина пошел на медосмотр к своему врачу. Доктор провел тщательный осмотр и сказал, «Послушай, старина, ты в отличной форме для 95 лет, с тобой все в порядке». Потом старик спросил, «Доктор, а что насчет моей сексуальной жизни?» Доктор посмотрел на него и спросил, «Ты хочешь думать о ней или говорить о ней?» Так что на разных этапах жизни иногда вы только думаете и говорите об этом. Иногда предаетесь этому. Это переходные этапы жизни. Сколько нужно для вас лично, можете решить только вы. Но в то же время вы пришли сюда не для того, чтобы исследовать биологию. Иначе вам следовало бы поступить в магистратуру по биологии, а не терять время в технологическом институте, изучая биологию. Значит ли это, что у вас нет биологии, нет биологических потребностей? Все это есть. Это ничего. Но это должно быть на периферии. Это не должно становиться центром вашей жизни, потому что в некотором смысле это понизит вас. В том смысле, что существо, которое было чисто биологическим, эволюционировало и получило собственный интеллект, который выходит за рамки его биологии. Видите ли, интеллект животных работает только на их биологию, как добыть еду, как найти партнера, вот и вся их жизнь. Если человеческий интеллект тоже функционирует подобным образом, вы откладываете эволюционный процесс. Вы ищете способ вернуться назад, обратить эволюционный процесс вспять. В этом нет необходимости. Это не значит, что у вас нет тела. Тело имеет свои потребности. Так же, как существует физический голод, есть и сексуальность. Вы должны с ними что-то делать. Но в какой степени? Это ваш выбор. Но, безусловно, они не должны управлять вашей жизнью. Иначе вы откатываете назад программу, которая ставит во главе разумность и осознанность. И вместо этого вы ставите на первое место свою биологию. Какую роль мужское семя играет в физическом, умственном и духовном благополучии человека? Может ли пустая отрата семени повредить нам духовно? Семя — это основа нашего физического существования. Неважно, мужчина вы или женщина. Вы появились на свет, потому что это 50% ингредиентов. Да? У вас есть кожа, есть эпидемиальные клетки, есть волосы. У нас есть много других частей, составляющих тела. Сердце, печень, почки и много чего еще. Все эти клетки имеют определенную потенциальную энергию. Каждая по-своему. Но семя обладает необычайным уровнем потенциала. Оно может создать совершенно новую жизнь. Сегодня вы можете взять эпидемиальную клетку и многое с ней сделать в лаборатории. Может быть, мы даже сможем клонировать вас. Так что потенциал в ней тоже есть. Но не с таким же динамизмом, как в клетке, которую мы называем семенем. В йогической культуре это называется вирья. Вирья также относится к тому, что мы называем ваджрой, что означает стабильность или алмаз, то есть что-то очень прочное. Таким образом, в теле человека вирья считается подобной ваджри. Это значит, что это одна из самых сильных вещей, если вы знаете, как ее использовать. Вы можете использовать теми, чтобы зачать ребенка. Это одно. Этот вопрос возник, потому что вы используете ее, чтобы выплеснуть на простыню своего кампуса. Раз вы используете его так, раз такова ваша тяга, делайте, что делаете. Я не считаю, что это нужно оценивать с моральной точки зрения. Смысл не в этом. Вопрос в том, насколько это компульсивно. Но может ли что-то в этом теле быть трансформировано в другую функцию? Конечно. И не только с ними. Абсолютно все в нашем теле может быть преобразовано. Например, я дам каждому из вас ингредиенты для приготовления супа. Одни и те же ингредиенты. Думаете, что все вы приготовите один и тот же суп? Нет. Вы приготовите 500 разных супов. Хотя ингредиенты будут те же самые. Вот и все, что случилось с нами сейчас. Все мы в своей сущности состоим из одних и тех же ингредиентов. Но посмотрите, как мы отличаемся. Разные супы. Если я дам вам ингредиенты для приготовления супа, вы можете приготовить или отличный суп, или скверный суп. Это зависит от того, какие у вас навыки. Не так ли? И это касается всего. Не только семени. любое измерение вашего тела и ума вы можете превратить в нечто потрясающее, либо же сделать это посредственным, либо же сделать это серьезной проблемой. Это касается каждого аспекта вашей жизни. Это относится и к этому аспекту жизни. Та же энергия. Люди понимают это буквально. Но если вы хотите произвести определенные клетки, скажем, эпителиальные, сколько энергии тела затратит на это? Если вы захотите произвести клетку, которую вы называете семенем, сколько энергии тела затратит на это? Это будет очень сильно отличаться. Это может быть научно доказано. Итак, если вы вкладываете во что-то столько энергии, очевидно, что это обладает потенциалом, если вы знаете, как его раскрыть. Но знаете ли вы, как его раскрыть? Способны ли вы его раскрыть? Есть ли у вас необходимое садхана и руководство для этого? Это большой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok